Доброе утро! Доброе утро! Виночка! 36,2. Катюша! Типичное утро в детском саду номер 21 после карантина. Теперь родители прощаются с детьми не на пороге группы, а прямо во дворе. Ребят забирает воспитатель и сопровождает в здание. В Химках наконец-то открыли свои двери детские сады. Этот факт осчастливил многих родителей. Соблюдать режим самоизоляции с двумя детьми непросто. Лепили, закупились красками, все дома разрисовали и такое было. И, конечно, им еще развлечение было, когда окна делали. На все праздники разукрашивали окна. Поэтому им было весело, спали сколько хотели. А вы рады выдохнуть наконец-то? Да, я выдохнула. Я сказала ура! Катя и Дима Кочетковы не из тех детей, которых ходить в детский сад надо заставлять. Ребята с удовольствием вернулись в свою группу. К друзьям, любимым воспитателям и интересным пазлам, собирать которые – главное развлечение. Где тебе больше нравится? Дома или в детском садике? В садике. Почему? Потому что в саду можно спать и играть. У меня много друзей в саду. В саду очень хорошо. Вернуться к работе рады и сотрудники. Хотя, говорят, пандемия без работы оставил их всего на неделю. Часть персонала продолжала трудиться на удаленке, а другая часть занималась с детьми в дежурных группах. Но теперь все сотрудники в полном составе. В масках, перчатках и с обязательной обработкой рук на входе. Дежурный администратор встречает любого работника, измеряет температуру и записывает в журнале температуру работника. Всем сотрудникам раз в две недели делают тест на коронавирус. Поэтому родителям можно не волноваться за здоровье детей. Правда, волнения и нет. С 6 июля у нас стало значительно больше детей. Ровно в три раза. Мы работали весь период самоизоляции как дежурный детский сад. Их было в районе 40-30. Сейчас их уже 150. Воспитатели говорят, сейчас число ребят сравнимо с обычным летним месяцем без эпидемии. Видно, дети действительно соскучились по играм и общению. Ксения Абрагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.